Мистер Фрей Затянуло меня черное зеркало И, честно говоря, я в небольшом шоке нахожусь Потому что я вдруг понял, что я ничего не могу сделать Кроме того, чтобы войти в палату Джеймса Это ужас, но это факт В тот же момент Черт подери А, и дыру кто-то заделал Кошмар-то какой Честно говоря, мне не хочется здесь находиться Ну, ладно, давайте что-нибудь сделаем с Джеймсом По крайней мере, он умер быстро Ты думаешь? А тут уж я Повешенные разве умирают быстро? Может быть, не слишком медленно, но... Да Напись на стене Сэм А что Сэм? Я Сэм, и что? Ты хочешь сказать, что я во всем виноват? Эх, ты... Кто-то замазал ее Да, наверняка это был тот парень-доктор Кто-то замазал Блин, больше ничего не могу сделать, что ли? А если ножом? Могу, ха-ха! Попытаюсь отодрать замазку Давай, мочи ее Проклятье! Лезвие сломалось Ой, у меня больше нет ножа Это неприятный факт Ральф, ты меня слышишь? Да-да, слышу, Сэм Вы п-п-п-пришли, чтобы навестить меня? Или вы п-п-пришли, чтобы навестить Джеймса? Джеймса? Джеймса Больше здесь нет, Ральф П-почему вы так говорите? Джеймс Здесь С-а-а-мной Он-он-он всегда здесь С-а-мной Я С-с-слышу его В-в-волос Он не оставит меня Одного Мне нужно спросить тебя, кое о чем Это касается Джеймса Да-да Мы с мистером Бабби поможем вам Хм Я, честно говоря, понятия не имею Что я хочу тебя спросить Но давайте мой язык сам преподнесет этот вопрос Ральф, когда ты в последний раз разговаривал с Джеймсом Ты помнишь? Да, Сэм Что он говорил? Он говорил о том, почему он убегает? Мы Может быть Он был так На-на-на пуган И-так М-много Г-говорил Я Очень И-и-испугался Из-за Э-э-это Он П-п-продолжал Твердить Что Он его Не-не убивал Вот что он Г-г-говорил Роберта? Да-да Его Что еще он говорил? Он Г-говорил Что-то знает Кто его убил Знает Имя Ты можешь вспомнить имя человека, о котором он говорил? Нет Нет Н-нет Я был Напуган Он И еще Сказал Мне П-п-прощай Что мы больше Ни-никогда Не увидимся Он Не хотел А-а-опять П-попасть В свою Палату Ральф Попытайся вспомнить О ком говорил Джеймс Я Не знаю П-правда Не-не знаю Затем он П-перестал Г-говорить И-и надолго Повисла Т-ти-тишина А М-м-м-не Не-не Понравилась Эта Тишина Ну Что же Ральф Я Должен Идти Хорошо Сэм Мистер Пабби Говорит До свидания Ральф Последним Разговаривал С Джеймсом Но Больше Я От него Ничего Не узнаю Эх Все это Даже Уже Не все Больше Подтверждает Мою теорию Что Сэм Убил Всех А Скорее Даже Окончательно Сама Игра Это Утверждает Потому Что Этот Не убивал Роберта Этот Говорил Что Тот Сказал Ему Что Не убивал Роберта И что Он Сказал Кто Убивал Роберта И кроме Всего Прочего Единственное Что написано Это Сэм Другого Варианта Быть Не может Наверняка Сэм Есть Убийца Всех Здешних Людей Честно Говоря Мне Уже Даже Больше Интересно Узнать Что Случилось С его Возлюбленной И Вообще История Из его Прошлого Потому Что По всей Видимости Настоящая Это Смерть Что Кран Это Можно Починить Есть Течь Э То Есть Ничего Да Не понимаю Это Можно Есть Течь Все Ясно Ничего Нового Джеймс Написал На стене Мое Имя Зачем Он Это Сделал Как Ты Думаешь Догадайся С двух Раз Я Уже Рассказал Свою Теорию По Крайней Мере Он Умер Быстро У Меня Такое Впечатление Что Больше Я Ничего Не Могу Здесь Сделать О Стоп Я Узнаю Этот Брелок Ключи Роберта Кто То Идет Наверняка Что Вы Здесь Делаете Немедленно Убирайтесь Отсюда У Вас Не Может Быть Здесь Никаких Дел Я Отправился К Старому Маяку На Скалах Шарп Эджа Единственное Место Где Я Мог Бы Что То Выяснить О Смерти Роберта Так Вот Где Они Нашли Тело Роберта Пока Что Я Не Вижу Никаких Изменений За Маяк Я Не Могу Зайти Я Могу Посмотреть На Дыру Странно Очень Темно Я Ничего Не Вижу Да И Зажигалки Ведь У меня Тоже Нет А Стоп Есть Это Нож Ломался А Не Зажигалка Еще Один Гребаный Символ Но Ведь Я Так Понимаю Что Умер Не Только Роберт Но Еще Один Парень И Я Думаю Что Это Забыл Как Звать Его Готово Все Я Снял Рисунок Этой Фигни Наверняка Я Гениально Рисую Дыра Мне Уже Не Нужна Больше Здесь Как Больше Нечего Искать Пойду В морг Может Герман Узнал Что То Новенькое Да Как Будто Не Из-за Твоего Охренительного Сна Ты Идешь В морг Спорим Тебе Никто Не Ответит Дзинь Дзинь Вероятно Он Не Услышал Звонок Попытаюсь Еще Раз Да Конечно Он Не Отвечает Странно И Я Думал Что Он Дома Блин Ну Открыто Посмотрю Кто То Выломал Дверь Наверняка Ладно Мне Приходится Спуститься В морг И Увидеть Обезглавленного Доктора Германа Это Кошмар Но А Шо Делать Где Может Быть Герман Он Оставил Дверь Открытой И Морг Тоже Действительно Странным Ты Еще Не Чувствуешь Запаха Развешаны Фотографии Могу Только Покрывало Ну Давайте Что Здесь Могло Произойти А Ты Как Думаешь Тоже Мне Солен Как Будто Сны Тебе Об Этому Не Говорят Это Выражение В Его Глазах Ужасно Да Это Черт Знаете Что Я Абсолютно Согласен С вами Ладно К Черту Что Насчет Тело Кто Мог Его Убить И Зачем Догадайся Как Я Уже Говорил Тебе Он Он Сжимает Что То В Руке Пальцы Сжались Предсмертные Судороги И Их Нельзя Разжать Наверняка Как-то Можно Должен Быть Способ Он Сжимает Что То В Руке Он Пальцы Ладно 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 Что Небудь Мы Сделаем С Пальцами Черт Возьми Что Здесь Еще Может Быть Попробуем Уйти Может Быть На Всякий Случай Я Еще Не Ухожу Я Должен Найти Что Нибудь Блин Их же Нельзя Разжать Ты Сам Сказал Что У тебя Есть Ты Можешь Сжечь Его Пальцы Можешь Наиграть Им Музыку Ну Давайте Попробуем Огонь Хотя Это Да Это Не Подходит О Здесь Тоже Есть Символ Пять Убийств Все Совершилось Кошмар Да И Только Возможно Здесь Есть Что Нить Еще Важное Кроме Символа Нет Ничего Нет Эх Блин Сто Процентов Что Везде Это Был Сэм Есть Больше Просто Некому Символа 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 Чёрт, Мордред готовится к грёбаному воскрешению И всё благодаря своему, насколько я понимаю Это какой-то кошмар Так, символ я нашёл О, стоп, ещё что-то есть Лампа Ну как может лампа помочь разжать пальцы у мертвеца? Я зажгу лампу, здесь темно Ящик Книга Под книгой несколько пластиковых пакетиков Я возьму их Здесь ничего нет Зачем мне пакетики? Ну ладно, наверное, пригодятся Всё ещё мозг Это то, о чём я думаю? Да, чёрт возьми Старый микроскоп Да хоть новый О, кажется, именно это мне и пригодится Медицинские, я очень надеюсь, что это щипцы, а не резати какие-нибудь Да, щипцы Наверняка ими можно будет разжать пальцы Правда, не очень понимаю, каким именно способом Но я думаю, что именно в этом логика Что ж, понеслась Хирургические щипцы пригодятся Ау, ужасный звук Должно быть, это волосы убийцы Мне нужно это положить во что-то Ну это понятно, у меня есть пакетики Убийца брюнет Хм, волосы Джеймса чёрные, как уголь Я должен вернуться в санаторий и достать образец для сравнения Эх, ничего у тебя не выйдет Кто-то звонит Я, пожалуй, уйду Как это ты уйдёшь? А, вот прям так Ну всё, хана тебе Детектив? Мистер Гордон, что вы здесь делаете? Я пришёл, чтобы увидеть доктора Германа и... А, понимаю, как это выглядит Но я всё объясню О чём вы говорите, Гордон? Я не знаю, как об этом сказать Я нашёл Германа внизу Он... Мёртв Что? Я спустился вниз и нашёл его тело на столе Вы уверены в этом? Я уверен в том, что видел, детектив Его обезглавленное тело лежит на столе для вскрытия Обезглавленное? Я должен немедленно осмотреть это место Послушайте, Гордон, когда вы нашли его Вы были один? С вами больше никого не было? Никого Странно, как случайное стечение обстоятельств Привело вас к трупу Он уже был мёртв, когда я пришёл Я верю вам Я знаю Кто за всем этим стоит Действительно И кто же? Тот псих, что бежал из Эшбурри Несколько дней назад Кто же ещё? А кто ещё мог совершить подобные вещи? Вы помните того мальчика? А теперь Герман Обезображен Нормальный человек не смог бы этого сделать Это определённо так, но... Но он повесился в своей палате Я был сегодня в санатории Итак, убийца наказал себя сам Я бы сказал, что это справедливо Но у вас нет никаких доказательств Гордон, есть несколько обезображенных трупов И мадам в полной растерянности Вам нужны ещё доказательства? Нет уж, спасибо Хорошо, что вы рассказали мне о нём, Гордон А теперь, пожалуйста, уходите Я должен спуститься вниз И разобраться с этим До свидания До свидания, детектив Зачем Джеймсу понадобилось убивать Германа? Он его даже не знал Мне нужно было где-то достать образец волос Джеймса И сравнить их с клочком, который я нашёл в руке Германа Экраны меняются одним за другим Что же? Кто там? Сэм Гордон Пожалуйста, позвольте мне войти Секундочку Спасибо Отлично Как всегда, санитар наверняка Не даст мне ни хрена Ну или это доктор Не знаю Могу я поговорить с вами? Конечно Что ж, мне срочно нужны волосы этого парня Я решил их сравнить Сам не знаю, как у меня нет никакого оборудования Я думал, что, возможно, мне понадобится микроскоп у доктора Германа Но теперь там детектив И я не смогу туда пройти Так что я ничего не понимаю Но дайте мне волосы Послушайте Меня кое-что интересует Где тело Джеймса? Что, простите? Не спрашивайте Просто скажите мне, где оно? Ну, хорошо, если вам так надо Мы не смогли связаться с доктором Германом Я не знаю, почему Поэтому мы оставили тело в старой часовне на кладбище До тех пор, пока он не прибудет Но оно не может там дольше оставаться Его необходимо перевезти в морг Это все, спасибо Понятно Это не так уж и плохо Тем более, что я надеюсь, что на кладбище Есть еще наши старые добрые друзья Ключи Очень похоже, потому что оно такое древнее Что можно охренеть Ух ты ж! Старый добрый кочегар Копается в угле Интересно, это он обезглавил куклу или нет? Ну, даже если и не он То все равно не сама суть Эй, ты будешь долго реагировать на меня или как? Занимайтесь своими делами, я занят Какой многословный, обалденный человек Который, конечно же, не пустит меня туда Он не пустит меня, он увидит меня Он не пустит меня, он увидит меня Он... Я не могу продолжить, но Из этого может получиться даже небольшая песенка Я так понимаю, это та самая часовня Да, она Но, возможно, на дальней части кладбища Есть еще что-то интересное Хотя нет, к сожалению, нет Что же, заходим в часовню Эй, наверное, там закрыто Не могу войти Часовня закрыта Черт Ключи Роберта Не работают Закрыто Я все равно не смогу открыть У меня нет моего ножа Значит, я не могу поддеть Спалить его огнем крайне маловероятно Волосы здесь тоже не помогут Есть массенькая возможность, что мне сможет помочь Кочегар У меня нет времени, чего вам? Да, да Кое-что он может мне сказать Можно узнать, почему часовня на кладбище заперта? Старая часовня? Я скажу, почему Она заперта, потому что там нечего делать А вы можете ее для меня открыть? Нет, не могу Туда, как я говорил, никому нельзя Но ключ от нее у вас? Точно И он останется у меня Мне нужно любой ценой попасть в часовню Как же мне достать ключ? Ммм, могу заплатить Но лучше я сначала спрошу про котельную Почему закрыта дверь в котельную? Я начал закрывать ее днем Из-за этого сбежавшего психа Насколько мне известно Он первый, кому удалось сбежать Заветение пользуется в этом отношении Очень хорошей репутацией И они не хотят потерять ее Так и должно быть Психи заходят, но не выходят Ну что же, я готов заплатить вам за ключ Который вам нафиг не дался В крайнем случае мы даже можем с вами сделать дубликат Наверное, не знаю Может, дадите мне ваш ключ? Я скоро его верну А на это время я вам оставлю залог бумажник Хм, ну, небольшая прибавка К моему мизерному жалованию не повредит Так что скажете? Хм, нет, я не могу это сделать Старшая медсестра может доставить мне кучу неприятностей Если кто-то об этом узнает Плохо Придется мне оставить бумажник себе Не буду вас отвлекать Хорошо Черт Черт Бумажник ты хоть остался? Остался В нем несколько монет Еще у меня есть монета, кстати Может, я монетой могу взломать замок? Это было бы очень странно Монетку не хочешь? Нет, не хочешь А бумажник не хочешь? Все-таки, если подумать Нет, не хочешь А поговорить со мной, мэйби Занимайтесь своими... Да епрст Ладно Это единственный способ попасть в санаторий У меня нет выбора О, черт! Я пробрался внутрь А нахрена? Хороший вопрос Здесь явно что-то можно сделать Ну что? Что-то, что могло бы мне помочь Достать ключ Из... Нужно вести себя тихо, чтобы меня не поймали В этот раз я ничего не смогу объяснить Да уж Неловкая ситуация Или, возможно, ключ в кочегаровой берлоге Кстати, неплохая вероятность Надо сохраниться Ой-ой-ой, не пойти никуда, а сохраниться Мне повезло Никого нет Нужно воспользоваться этим, пока кто-нибудь не пришел Да, срочно в кочегаровую берлогу Блин Я очень надеюсь, что ключ там Как же мне получить ключи от часовни? Я должен осмотреться Мне нужно здесь кое-что сделать Только мы сами не знаем, что Это может быть проблемой Стоп, стоп, стоп Стол, maybe Не вижу ничего полезного Проклятие гребанное Дверь котельной очень горячая Вау А толку? А что толку-то? Главное, что я ничего не могу сделать с этой штукой сверху Странно А, кстати, шкафчик, в который я не мог залезть ранее Плохо Вот черт Зато тряпку могу Странно вообще Нужно ее охладить А, вода есть в палате Получилось Благополучно влажная холодная тряпка С помощью которой я смогу открыть котел И засунуть туда сапожков Отменно Сапоги вперед Гоу-гоу, Power Rangers Это может привлечь внимание Теперь можно идти Так, сваливаем отсюда Правда, не понимаю, зачем То есть я имею в виду, когда я обойду все вокруг И подойду вот туда, ближе к кочегаровой берлоге Так сказать, с другой стороны То что же я увижу Вот основной мой непонятный вопрос Может, в сапогах я пройду дальше Надеюсь, дым не попадет в здание Что? В сапогах он пройдет дальше Сапоги охрен... А-а-а Я могу, я могу перевести это на русский язык По-нормальному Он хотел сказать, что Может быть, все-таки я переборщил с этими сапогами Может быть, это было через чум Здесь все в дыму Да Сейчас здесь невозможно дышать Пройдет немало времени Пока котельная полностью проветрится Кошмар Но как же я смогу достать ключи в таком случае? Ну, устроил я диверсию, и что дальше? О-о-о! Я заметил связку ключей Какой же я болван Я их возьму Да, замечательно Парень так спешил, что оставил ключи в двери Круто! Применяем ключики на часовне И проходим к замечательным Точнее, к ужасным вещам Тело Джеймса Мне нужны волосы для сравнения с теми, что были зажаты в руке Германа Ну, я не думаю, что у меня особенно получится все что-то посравнивать Это как-то жестко было бы Мне нужно что-нибудь, чтобы отрезать прядь волос Я не хочу дотрагиваться до него У меня нет режущих предметов Ну, нет у меня режущих предметов, блин Мне нужно что-нибудь Я не хочу Было, было Ну, ведь правда же нету ничего О, стоп Осколки Вот ими и порежу Битое стекло Ну, вот так вот, без особых ухищрений Мы отрезаем стеклом волосы Хорошо Так пойдет Где бы я мог получше это рассмотреть? Ммм Ну, разве что только я вернусь в морг И воспользуюсь микроскопом Германа Я думал об этом, но Не опасно ли возвращаться в морг? И вообще, почему здесь открыто? Странно так Кстати, они могли обратить внимание на символ Уже здесь-то этот символ точно Не мог бы оставаться там С непонятно какого времени Эх, расследовальщики хреновые Наверняка, кстати, они это все поняли Теперь все в порядке И я могу использовать это Что использовать? Теперь все в порядке Чего? Ну, давай вот так Да Одни есть и чё А вот еще На, бери Ну? Образцы отличаются Даже я вижу это Германа убил не Джеймс Но тогда кто же? Кто-то с черными Моррис Какой Моррис? Ты охренел? Какой Моррис? Ты дурак? Хренов Сэм Блин, даже я уже вижу очевидное А ты дурак Теперь все в порядке Да-да-да, все в порядке Все, сваливаем отсюда Зачем-то выслеживаем Морриса Так сказать Копаем Себе бред в путь Я бы так сказал Я много куда могу отправиться Кошмар А-а-а Откуда я хотел? Я хотел, пожалуй, к Роберту еще зайти Ну-ка попробуем Кабинет Роберта У меня такое чувство Будто он даже сейчас за мной наблюдает Он никогда за тобой не наблюдал Здравствуй, кабинет Роберта Я абсолютно уверен Что я могу найти здесь Какие-то ужасные вещи Как бы нормально этот кабинет не выглядел Но если Роберт проводил свои исследования здесь То здесь явно есть что-то мерзкое Но пока что все выглядит клево Вот это, например, кто такой? Какой-то наш родственник Еще один ключ Кто этот человек? Я никогда его не видел Нужно узнать, кто он И найти его ключ Ммм Интересно Действительно интересно Что ж, мы достанем его Достанем Я не знаю В принципе, на этом можно пока что закончить Да, да Давайте увидимся с вами в следующий раз Это было прекрасно И эмм Да Bye-bye Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok